Девушки отдыхают Все не так. Мне нужна более фиолетовая краска. Вот это да! Мати, посмотри! Получается! Они же разноцветные! Как ты это сделал? Не знаю. Я просто жонглировал. Они меняют цвет. Я пыталась проделать это с красками. Видишь? Смешала красный с синим, чтобы получился фиолетовый, но не смогла получить правильный фиолетовый для бабочки. А это как волшебство. Жонглирование и есть волшебство! Я хочу знать побольше о цвете, Дада. Идём! Смотри, Дада! Цветовой диск. Говорят, когда он вращается, в наших глазах цвета смешиваются. В глазах? Значит, у нас волшебные глаза. Так смешивают с жёлтым с синим, чтобы получить зелёный. Только сейчас их смешивают глаза. Тут пишут, что один художник написал картину. Когда человек на неё смотрит, то краски смешиваются глазами. Как это? Я смотрю, но ничего не смешиваю. Ну, тут так сказано. Давай разузнаем! Здравствуйте! Вы, кажется, художник? Месье Жорж Сёра? Абсолютно. Именно так. Это я. Бонжоу! Я Дада. А я Мати. Я наблюдал за строительством Эйфелевой башни. Великолепное сооружение. Ты видишь, как её собирают по частям, и... Вуаля! Шедевр готов! Вблизи выглядит иначе. Верно. Она состоит из маленьких частей. Смотри, Дада, посмотри! Ничего себе! Картина из цветных точек! Точек? О чём ты, Дада? Здесь написан прекрасный солнечный день воды. Вблизи видишь одно, издалека другое, как с Эйфелевой башней. Часть за частью, точка за точкой, я составил целую картину. Месье Сюра, вы очень терпеливы. О, да. Я писал её два года. Она называется «Воскресный день на острове Гранжат». И всё из цветных точек! Да, вместо того, чтобы смешать краски и нанести их на холст, я сделал так, чтобы цвета смешивались в глазах зрителя. Как на цветном диске, Дада. Только картина не крутится, поэтому кручусь я! Нет-нет, крутиться не надо. Надо подойти и отойти. Ладно, так даже лучше, а то голова кружится. Жёлтые и синие точки. Похоже на зелёную листву. А фиолетовый помпон на даме? Состоит из красных и синих точек. Волшебно! И на картине столько всего! Обезьянка! Люблю обезьян! Месье Сера, тут ещё картина! Смотри! Ух ты! Обезьяна! Да-да! Ты источек! Сдорово! Как весело! Глупая обезьянка! Мы больше не источек. Такого раньше не было. Когда рядом Дада, происходят странности. Обезьянка классная! Это называется «Кан-кан». Я почти закончил. Мы будто среди зрителей смотрим на танцовщиц. Вот это да! Какие шнурки! И люстра той же формы! И усы! Цветы! И выражение лиц женщин! О, посмотри на ноги! Как они вытянуты! Да-да, я очень повеселился с этой картиной. Кажется, в Париже очень весело, месье Сера. Даже смотреть на картину весело! Да! Да-да, кажется, твое место на картине. Да, я нарисую висельчака в том углу. Идеально! Я только что видела что-то здесь, месье Сера. Посмотри, да-да! Цвет пиджака музыканта фиолетовый. Он такой, какой мне нужен для моей бабочки. Да! Источек! Я могу нарисовать бабочку точками. Я назвал такую живопись пуантилизм, что значит источек. Темные точки для шляпы. Потом светлые, вот такие, для лица. Теперь губы, темные точки, чтобы обрисовать пиджак, заполняем светлыми точками, волосы и вуаля! Браво, месье Сера! Великолепно! И забавно! Большое спасибо, месье Сера! Я был очень рад. Приходите в гости еще. Обязательно! До свидания! Пока! Смотри, да-да! Моя бабочка! Есть! Смешно! Смотри, Мати! Моя обезьянка! 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 Продолжение следует...